В третий основной день форума на площадке не протолкнуться. Политики, бизнесмены, видны общественные деятели, знаменитости. Но были и не совсем обычные персонажи. К примеру, это Сава Бейзи, который представляет стенд Новгородской области. Или робот-буфетчица Дуняша с внешностью Мисс Пермь 2014. Знаете ли вы, что в Эрмитаже хранится более трёх миллионов ценнейших экспонатов? Выставочная площадь Конгресс-центра 40 тысяч квадратов. Чтобы обойти все экспозиции, мало и целого дня. Вчера мы находили по павильонам порядка 16 тысяч шагов. А это больше 11 километров. Отдельные стенды привлекают деталями. К примеру, делегация Чувашия представила вышитую карту России. На 20-метровом полотном работали больше двух сотен мастеров со всех регионов страны. В том числе и нашего. Фрагменты собрали воедино на Чебоксарской фабрике. Вышивали не только нитками мулине, как принято. И шёлковыми нитками, и золотными нитками. И серебряными нитями, и жгутами. Бисером вышивали. Даже жилами оленя и подшейным волосом оленя. Через культуру проще, наверное, соединять народы. И проще показать красоту всей нашей России. Экспозиционные площадки, несомненно, самая яркая и зрелищная часть программы форума. Но всё же главное, зачем сюда приехали большинство участников, деловые знакомства и новые партнёры. Губернатор нашей области Вячеслав Гладков только за первый день работы в Питере подписал 13 соглашений. Ряд из них с коллегами из других регионов. Вот это взаимное общение, оно должно быть. Замыкаться у нас просто такой возможности нет. Мы не можем постоянно ездить в Москву с какими-то просьбами, с предложениями. Очень многие вопросы мы можем и должны решать именно с общакой. Соседи переговорили, помогли. У нас нет мелочей. Почему? Потому что для нас каждый человек, если каждый человек важен, то мы должны создавать условия для постоянного улучшения жизни людей. Результаты поездки на Петербургский форум через некоторое время почувствуют многие из нас. Речь о создании новых рабочих мест, развитии экономики, науки, здравоохранения и многом другом. Деловые встречи проводили и другие участники Белгородской делегации. Так первый заместитель губернатора, министр цифрового развития области Евгений Мирошников прокомментировал, о чем удалось договориться с партнерами в IT-сфере. Одна из встреч касательно импортозамещения. Это те компании, которые могут обеспечить нам такой мягкий переход и отказ от иностранного программного обеспечения, которые зачастую сейчас просто... Компании отказываются в дальнейшей поддержке, особенно промышленность сейчас у нас под ударом, потому что там европейские компании, американские компании, которые просто отказываются от продолжения сотрудничества и необходимо срочно обеспечивать переход на отечественные аналоги. Традиционная утренняя пробежка, деловой завтрак и сессия, на которой озвучили результаты национального рейтинга состоянием инвестиционного климата. Так сегодняшний день в Питере начал Вячеслав Гладков. Пожалуй, главные критерии оценки Агентства стратегических инициатив усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Белгородская область продвинулась сразу на несколько позиций, с 10-го на 7-е место. Несмотря на такие беспрецедентные тяжелые времена для бизнеса и для регионов, общий интегральный индекс за прошлый год вырос. Вырос на 10 пунктов. На самом деле это очень серьезный прирост. Это значит, что у нас по 70% показателей, по которым рассчитывается рейтинг, улучшение по всей стране. Сегодня же Вячеслав Гладков подписал еще одно соглашение с губернатором Пинзенской области Олегом Вильниченко. Широкие масштабы сотрудничества и в сельскохозяйственном производстве. И проговорили сейчас перспективы сотрудничества в области промпроизводства. Ну и, естественно, культурно-просветительский обмен, который тоже мы тут вместе будем с вашей областью устраивать. Среди знаковых событий в губернаторской повестке и подписание соглашения с компанией «Газпромнефть» в сфере импортозамещения. Участники встречи договорились о прямых поставках высокотехнологичных масел промышленным и муниципальным предприятиям нашего региона. Еще один важный договор со Сбербанком. Его представлял президент и председатель правления Герман Греф. Выписать отношения Вячеслава Владимировича Гладкова и Герман Оскаревича Грефа. Главное событие не только сегодняшнего дня, а, пожалуй, всего форума выступления президента Владимира Путина. Как отметил глава государства, сейчас мы все живем в непростое время, когда экономика, рынки и сами принципы глобальной системы оказались под ударом. Ключевой вопрос – как в сложившихся условиях действует наша страна и каким видит свое будущее в динамично меняющейся обстановке. Владимир Путин обозначил основные принципы современной российской экономики и механизмы достижения ее устойчивости. Мы успешно даем отпор санкциям. После ухода иностранных компаний, их место занимают отечественные представители малого и среднего бизнеса. Продолжается импортозамещение. Большие изменения и в банковском секторе. В полном объеме заработала своя платежная система. А для предприятий, решивших приобрести площади под производство, готовы запустить льготную промышленную ипотеку. Российские предприниматели, органы власти работали собрано, профессионально. Граждане проявили сполоченность и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Как часто бывает, вместе с вызовами открываются перспективы. И наша страна уже показала свои новые возможности, доказав, что эпоха однополярного мира завершена. Наталья Войтенко, Евгений Сапков. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.